Продолжение следует... Проверили это все и даже приняли, кажется, меры. Даже. Насколько мне известно. Потому что потом уже жалобы оттуда не поступало. Можно пару слов сказать? Я думаю, что наша сегодняшняя встреча послужит дальнейшим сближением и выяснением всех тех положений, которые нужно разрешать. Я думаю, что главная цель нашей сегодняшней беседы, нашего диалога, это найти какие-то общие пути к разрешению тех проблем, которые стоят. Лично я не хочу, чтобы лично вы думали, что я расположен плохо к этим людям. Здесь дело не в личных раз. Просто в явлении есть вот такое очень тревожное явление армии, понимаете, вот эта дискриминация преследования Грузии, которой я хочу, чтобы мы вообще решили что-то и приняли бы меры против всего этого. Это мы должны решать совместно с общественностью. Это у нас уже решается. За этим столом не решишься. Нет, но этот стол все-таки внесет свою лепту, так сказать, в решение этого вопроса. Вы внесли направление. Вы внесли несколько здесь предложений. Может быть, есть подумать, конечно, об открытом письме. Там есть, видимо, неточные, может быть, высказывания. Это письмо писалось конкретно историческим условиям. Прошло уже определенное время. Это ответ на мой вопрос, когда сказать, я думаю. Тоже ответил. Задать вам несколько таких принципиальных, я бы сказал, нервозреческих. Пожалуйста. Ну, прежде всего. В одном из своих интервью вы отметили, что для военного человека гражданство не имеет никакой рода. Нигра. Да. Как быть семьям военнослужащим? И тогда не лишается многих возможностей. Устройство на работу, прописки, лечения. Как вы сегодня смотрите на это? Я в чем, знаете, вот вопрос к гражданству мы вообще отложили. Пока Грузия является оккупированной страной, пока она не имеет свою собственную государственность, она ее сегодня не имеет, независимую государственность, мы вопрос к гражданству отменили, отложили, вернее. А в независимой Грузии гражданство получит все тени грузины, которые не являются врагами грузинского народа, не занимаются враждебной деятельностью, которые будут вместе с нашим народом. Так что этот выбор очень легко сделан. Если они поживают. И, например, даже вот в тех военных, которые сегодня здесь присутствуют, я бы хотел видеть в будущем, например, это может быть немножко мечтательный, так сказать, переход, но видеть инструкторов, допустим, Национальной Адмии Грузии, советников, и есть очень много хороших специалистов, очень много знатоков своего дела. Так что вот на этой основе может строиться и дальнейшие отношения, понимаете. Но пока советская армия является оккупантом в Грузии, вот эти отношения нормализоваться не могут. Никак не могут. Вы, например, отрицаете, что, например, в 21-м году Грузия была оккупирована советской армией? Вы отрицаете этот факт или нет? Но это еще факт нужно проверить и доказать. А для нас это ясно. Из истории это ясно, понимаете. Ну а как вы понимаете, Злядт Константинович, что такое оккупированная Грузия с нашими войсками? После войны, русско-грузинской войны, эту войну мы называем отечественной, кстати, отечественной войной. При февраля 21-го года советские войска захватили, оккупировали Тбилисии, торгались, 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 ассать, аннексировали Грузию. Это факт, это непреложный исторический факт. Вот это надо признать. А потом уже личные отношения, все, это будет строиться на прекрасной основе. Но мне лично обидно носить эту бирку оккупанта. Почему? В чем заключается, что я оккупант? Ну вы лично, может быть, этого... Нет, но я представитель вооруженных сил. Правильно. Лично вы, может быть, не настроены, как по плану, но факт то, что армия, армия оккупировала независимую страну. Это даже грузинская... Я понимаю так, товарищи, что у нас этот вопрос еще не проработан. Просто мы привыкли вешать ярлыки. А какие, так сказать, инстанции должны вмещаться, чтобы вот это... Да мы все сами должны решить этот вопрос. Нет, понимать, когда вот Грузинский, там, Верховный Совет, так сказать, принимает решение и объявляет, что это был актом, так сказать, аннексии. И все грузинское население разделяет это все полностью, исторические факты об этом говорят, то тогда вам просто нужно просто... Это я понимаю, это я понимаю, но вы мне не объяснили, в чем заключается моя роль как оккупанта на территории Грузии. Нет, ваше понимаете роль в афганских, так сказать, войнах? Нет, мы не будем в Афганском. Нет, одну минуту, я хочу параллель просто провести. Я имею на это... Здесь никакой параллель. Одну минуту, мне дайте возможность высказаться, а потом у вас взял мнение. Вот когда мы, советские войски, торглись, так сказать, в Афганистане, это с самого начала было как, так сказать, доброжелательная, интернациональная помощь, так сказать, братскому афганскому стране, который дали народу, который дали нас кровополитием, к чему это привело страну, это всем известно. Ну, прошло время, так сказать, оттенка политических, так сказать, обстановки, явлений процессов стали, иначе радикально, так сказать, были осознаны все эти процессы. Просто страна там пришла к выводу единогласно, что это было просто оккупация, это было просто уторжение, больше ничего. С этим я согласен. Аналогичные процессы, так сказать, если военные круги будут прислушиваться, так сказать, голосу правды, и международным таким оценкам, которые уже для всех общедоступны, то же самое с вашей помощью это будет решаться, понимаете. Аналогичным подходом, это тоже одно и то же явление, просто регионы просто разные, понимаете. То есть я в этом вопросе остаюсь присвоить точке зрения гражданинской области. Дело в том, что оккупантом я себя не считаю, и советскую армию тоже. Почему? Потому что еще конкретно ярко не выражен статус вот этого заявления и вот этого ярлыка. Кто должен вот этот статус объявлять? Все мы. Кто вы? Здесь дело в том, что когда мы говорим об оккупантах, то оккупанты, видимо, устраивают такой режим, который для них выгодит. Мне представляется, что, видимо, сегодня международное право, международное право не располагает такими категориями, которые бы содержали точный объем и содержание данного понятия. Может быть, нет таких категорий. Нужно их выработать сегодня, категории. Может быть, вполне может быть. Такая оценка и дана. Но в то же время мне представляется, что когда мы говорим об оккупации, то, видимо, в сегодняшнем понимании этого термина мы, и я думаю, что и мои товарищи, в общем-то, недопонимают этого. Недопонимают в том плане, что такого явления сегодня нет. Правительство ваше существует. Сегодняшняя оккупация и оккупация... В тот период, в тот период, как вы говорите. Я с историческими фактами сейчас не буду на них останавливаться. Мы имеем в виду сегодняшнее положение дел. Сегодняшнее положение дел является сегодня оккупацией Грузии. Вот слово оккупация, что значит? Что означает? Оккупировать, это значит занять. Занять и установить тот режим. Это уже анексе. Оккупировать, это значит только занять. Заняло или нет советская армия Грузия заняла. Все. Она заняла Грузию. Это уже факт. Понимаете, это факт. Это для вас факт. Для всего мира факт. Это для вас. Я все в мире. Прошите мне пару слов. И как только она оккупировала, она установила, то есть та страна, которая послала эту армию, то есть Советская Россия, установила здесь режим, который ее устраивал. В частности, она создала правительство Шулавери, вот в сегодняшнем Шулавери, 16 февраля, кстати, до того, как в 25-го она вошла в Тбилиси, и там создала это правительство. А это правительство целиком было составлено из людей, которые были угодны именно Москве. Но как же тогда объяснить, Зиат Константинович, действия турецких войск против Грузии? Это тоже оккупация была, вот они Батуми оккупировали, потом уже Турция оккупировала Батуми, понимаете. Так что это не в обиду должно быть сказано. Но весь юг Грузии был оккупирован, и сейчас она там находится. Да, конечно. Это тоже, по-моему, уже другой вопрос. Но так Советская армия же тоже помогала освобождению. Это другой вопрос. Русская армия помогала в чем-то. Совершенно верно. Выкидывать это тоже нельзя. Это никто не забывает. Но факт то, что Грузия была оккупирована и аннексирована, это отрицать нельзя. Но дело надо смотреть в будущее. Вот, например, сейчас я знаю, что идет движение в Советской армии, чтобы Советская армия превратилась в полотную. Чтобы профессиональную армию. Вот это положительный процесс. И я думаю, в будущем, если будет восстановлена независимость УЗИ, вот тогда уже будет, уже может быть, вот именно оккупационная армия, которая здесь присутствует, она может превратиться в главную армию. Даже вот это может быть. Мы не знаем, да вот, мы не знаем в будущем, как развиваются политические процессы, понимаете. И вот это будет словом именно настоящего сотрудничества и дружбы, я бы сказал. Я выгружен прервать вот этот наш разговор, потому что он превращается в лекцию. Я думаю, что если, так сказать, будет, и это будет очень полезно, если Звиан Константинович приедет в артиллерийское училище. С удовольствием. И расскажет о истории Грузии. Я думаю, что это... Не только это. И только... Минуточку. И я вас еще об одном попрошу, потому что мы говорим все вместе и мешаем друг другу. Давайте будем придерживаться такой позиции. Кто-то один говорит. Репорт, конечно, могут быть, но я думаю, что будет лучше, если мы вадим каждому присутствующему высказаться, а потом будем. Хорошо.